Юрий Грушин из Ставропольского края, однофамилец героя-туриста Валерия Грушина, в честь которого проходит фестиваль бардовской песни. Рассказывает, сам никогда не пел и не сочинял песен, но благодарный слушатель. Первый раз приехал на фестиваль в далеком 88-м году. Это было его с супругой свадебное путешествие. С тех пор не пропустил ни одного творческого слета, приезжают с двумя детьми. Его палаточный городок самый популярный. Бывал там когда-то и поэт Евгений Евтушенко, заглядывает и певец Олег Митяев. Мы всегда рады видеть наших гостей, потому что Груша это единственное место, где раз в году встречаются, мы со многими встречаемся раз в году. И это здорово, потому что это единственная точка, где мы обнимемся, где наши сердца будут биться более близко. Грушинская поляна готова принять порядка 40 тысяч гостей с разных регионов страны. Пока прибыло около тысячи, рассказывает родоначальник и многолетний вдохновитель гостей фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кельман. Он рад, что после пандемии и связанного с ней двухлетнего перерыва фестиваль возвращается в жизнь людей. А звезды авторской песни, Митяев, братья Мещуки, Ланкин, Хомчик уже успели порядком соскучиться по творческой обстановке. И все очень соскучились. И вот я вижу просто на лицах, обхожу все эти лагеря на лицах, счастье какое-то. И такая вот доброта, такая радость встречи. Это трудно передать, ребята. Это какое-то великое счастье, которое выпало нам. Ну как тут не вспомнить умного человека, прекрасного Антуана Десент-Экзюпери, что единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. Вот здесь все купаются в этой роскоши. Конкурсная программа 49-го Грушинского фестиваля еще неизвестна. Жюри в ожидании новых Висборов и Высоцких. Для них готовится 10 концертных площадок, несколько десятков палаточных лагерей. В перерывах между концертами можно будет размяться на спортплощадках, сходить и скупаться на Волгу. Для этого возвели новый понтонный мост через протоку Старый Мокрец. Будут работать сотни бесплатных биотуалетов и платная парковка. Кроме автотранспорта на Грушу можно будет добраться на лодках по реке, по железной дороге, на электричке. Безопасность на фестивале обеспечивают дружинники, полиция, спасатели и медики. У нас новая в этом году костровая площадка. С названием «У Грушинского костра мы возрождаем традицию, которая когда-то была еще в 80-е годы, когда все участники Грушинского фестиваля со знаменитыми бардами, авторами, мэтрами авторской песни собирались у огромного гигантского костра и пели песни. Будет огорожено и специальным образом оборудовано это место, поэтому площадка будет безопасной, интересной, обустроенной». Предюбилейный Грушинский фестиваль официально стартует 30 июня в четверг. Заключительное шоу на сцене гитарей, которое находится в процессе сборки, начнется вечером 3 июля в воскресенье. Все это стало возможно благодаря марафону авторской песни «Россия-2021-2022» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. А пока до открытия фестиваля осталось чуть больше суток, барды подтягивают колоки на гитарах и поют в тесном дружеском кругу. Анатолий Головко, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин